МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти тысяча заражений в сутки. В трех антиковидных больницах уже не хватает места. И страшные прогнозы. До 500 смертей. Готовится ли Минздрав к такому мрачному развитию событий? Пошла в школу за аттестатом и пропала. В Кимине мужчина задушил 16-летнюю школьницу и вывез ее тело в безлюдное место. Задержан сосед убитой девочки. Подозреваемый ранее был неоднократно судим. Не можем сами или просто не хотим? Кабмин нанял французскую компанию для управления госбюджетом и внешним долгом. Чиновники уверяют, что это в рамках проекта на деньги Всемирного банка. И теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте. В эфире новости в студии Елена Кобзева. Судебное беззаконие продолжается. Коллегия Бишкекского горсуда опять вынесла несправедливое и необоснованное решение. Она отказала в удовлетворении жалобы адвокатов о Мурбека Бабанова и оставила в силе постановление первой инстанции. Бабанова горсуд оставил под стражей в СИЗО ГКНБ. Адвокаты отмечают, что сегодня процесс также прошел с грубейшим нарушением процессуальных норм. Во-первых, он был также в закрытом режиме. Юристы утверждают, что о беспристрастности Фемиды говорить не приходится. Судья игнорировал все доводы стороны защиты, а обвинители все так же не могли внятно объяснить, в чем же, в каких преступлениях подозревается бывший премьер-министр. И зачем обязательно его нужно заключать под стражу. Елена Яковлева расскажет о том, как сегодня проходило судилище. Железно-решетчатый забор и кордон из милиционеров. Говорить об открытости и прозрачности судебного слушания по изменению меры пресечения в отношении Мурбека Бабанова сегодня не приходилось. На проходную и не заглянуть резкие отказы всем, кто намеревался услышать и понять, какие есть основания держать бывшего премьер-министра в заключении. Сторонники все прибывали к стенам суда. А в это время две неприглядные машины, как оказалось, спецслужб подъехали к воротам Бишкекской городской судебной инстанции. У Мурбека Бабанова привезли в суд, несмотря на некоторые предположения о том, что ему могут отказать в участии. В здание хотели зайти многие, но не пускали даже депутатов, его близких единомышленников. Впрочем, даже оказавшись внутри суда, в зал на слушание не попал никто, кроме супруги, сына, его сестер и юристов, соответственно. Ни один журналист не получил возможности не услышать, не осветить ход судебного заседания. Моё мнение, что уголовные дела в отношении общественных и государственных деятелей, также и бывших, они должны быть открыты, потому что общество и народ должен реально видеть открытые, честные процессы, что там является домыслами, что является доказательством. Я думаю, что Бабанов и Мурбектов Туглович, мы надеемся, что суд примет решение о принятии меры пресечения несвязанности с лишением свободы. И он получит полную возможность защитить себя в честном, открытом суде. Депутат парламента Мирлан Дженчуроев, как юрист, также отметил, что когда дело касается процессов вокруг таких известных и солидных политиков, как у Мурбек Бабанов, они должны быть открыты и гласны. Еще и потому, что подоплека этих уголовных дел может крыться совсем в другом. Прошло два с половиной часа, и после недолгого совещания судебная коллегия огласила свое решение, оставив Бабанова под арестом до 31 июля, как ранее постановила районная инстанция. Реакция сторонников была эмоциональной. На улице у некоторых участников акции в глазах стояли слезы супруга Мурбека Бабанова, Рита Бербаева. Со всей ответственностью перед сторонниками и друзьями у Мурбека Бабанова сделала заявление, обратившись и к суду, и к главе государства с вопросом, за что судят ее мужа. За восемь месяцев своего примерства он сделал очень многое. Скажите мне, кто из примеров до него и после него так рьяно, так честно, так смело отставил интересы государства против кунтора. Да, он говорил, что нужно бороться, но только в правовом поле. Это человек, который всегда правовое поле, законность ставил на первое место. За что сегодня его судят? За то, что он любит свою страну? Его судят за то, что он патриот. Его судят за то, что он всегда защищал интересы государства. У меня тогда вопрос к президенту. А кто тогда должен защищать интересы государства? За что его судят? Сандыр Нургожойович. За то, что он честно, достойно всегда исполнял свои обязанности и как политик, и как премьер, и как рядовой гражданин. По ее словам, супруга особенно внимательно всегда относился к ситуации вокруг разработки кунтора. Всегда считал, что месторождение должно приносить выгоду стране. Что в этом проекте государство должно было иметь никак не меньше 70%, ведь это богатство Кыргызстана. И все, что шло от деятельности на месторождении, должно было помогать гражданам улучшать их жизненные условия. Для этого и была создана упоминаемая сегодня микрокредитная государственная компания. Что он сделал? Он вернул земли, он создал компанию, комиссию, которая должна была рассмотреть экологический вопрос кунтора. Он создал микрокредитную компанию, которая должна была работать для блага малоимущих семей. Ее закрыли, потому что проект был очень хорошим. Этот проект должен был принести очень много пользы малоимущим семьям. Он посчитал, он сегодня нам сказал, что если бы эту компанию не закрыли, за 9 лет, как она закрыта, могли бы еще 21 тысяча семей получить такие кредиты и выйти из черты бедности. С улицы еще громче зазвучали требования освободить у Мурбека Бабанова. Выкрики о недоверии суду и слова поддержки бывшему премьер-министру. Тогда на уровне районной инстанции отметили они. Возможно, судья еще не успел как следует ознакомиться с деталями, но ведь с момента подачи апелляции выше стоящей инстанции уже должна же была более качественно вникнуть в суд дело. Однако, говорят близкие у Мурбека Бабанова, очевидно, что судейская коллегия делать этого не хотела. За 21 день можно было бы уже что-нибудь тогда предъявить, почему сегодня суд прошел в закрытой форме, почему сегодня все средства массовой информации и просто люди не могли быть свидетелями того, якобы надуманного обвинения. Хорошо, вы считаете, суд считает, что он виновен. Допускайте тогда, пусть все узнают, в чем он виновен. Я скажу, почему не допустили СМИ. Потому что они боятся правды. Потому что правда на стороне Бабанова. Его вина в том, что народ его помнит. Его вина в том, что народ его любит. И любят его за его поступки, за его дела. За то, что он истинный настоящий патриот. На данном судебном заседании были просто голословные предположения были проведены со стороны прокурора, что он может скрыться или воспрепятствовать объективному ведению следствия. Эти доводы нами были конкретно опровергнуты. Каким образом? Мы подтвердили то обстоятельство, что Бабанов и В. Куртович не собираются скрываться. До этого неоднократно в отношении его дела уголовные возбуждались. По ним непосредственно он участвовал на данных допросах. По первому требованию следователя он не являлся на допросы. Никаких даже попыток воздействовать на каких-то свидетелей, воспрепятствовать объективному ведению следствия не было и таких фактов не имеется. Обвинения, напомню, сводятся к коррупции. Обстоятельства, связанные с кумптором. Хотя материалы дела, как отмечают юристы, совершенно нелогичны и никоим образом не доказывают, что такова имела место быть. Прокуроры, следователи вновь озвучили лишь свои домыслы, рассуждения без представления каких-либо улик, конкретных доказательств. Добавляет сторона защиты. Юристы Умурбека Бабанова отмечают, что пошагово отвечали на каждое заявленное слово в обвинении. Прилагали документы, ссылались на официальные данные, приводили видеоматериалы, общеизвестные факты, которые знают граждане всего Кыргызстана. В то время как суд не желал воспринимать информацию и больше углублялся в статьи, цеплялся за сухие нормы кодексов. Письма обращения, мнения от выдающихся политиков и культурных деятелей, в том числе, более 70 депутатов подписались также под поручительством за то, что он действительно обязуется приходить и соблюдать весь порядок во время следствия. Но тем не менее, размытые доводы прокурора и стороны обвинения судом были приняты. А вот четкие, конкретные аргументы, которые были приведены адвокатами, суд почему-то опять не воспринял. Там приводятся предположительные доводы, что он вошел в преступный сговор с президентом, со спикером, с Жоркнейшим, но конкретных фактов, что он в тот период какие-то переговоры с ними проводил и так далее, ничего нет. Помимо этого, также следствие ссылается на то, что якобы в результате он получил какую-то выгоду материальную. Однако опять-таки эти доводы, предположения, догадки, никаких конкретных фактов нет. Так, например, на заседании парламента, где рассматривался отчет депутатской комиссии по кумтору, о котором, собственно, идет речь, отмечает адвокат, непосредственно депутаты фракции республика голосовали, кто как считал правильным. Говорит об этом то, что 9 депутатов воздержались, 5 были за и около 7 против. То есть, если бы было давление, все бы голосовали единогласно. Нельзя отрицать те факты, что Бабанов сам инициировал госкомиссию по проверке деятельности Центеры, сам посещал рудник, сам требовал, чтобы все наносящие вред экологии нарушения были исправлены. Он же возвращает 16 300 гектаров государству. Но судейская коллегия на это совершенно не обращает внимания, подчеркивает адвокат. Еще раз отмечает, что было представлено ходатайство депутатов, обращение омбудсмена и тот факт, что более 600 тысяч человек проголосовали за него на президентских выборах 2017 года, посчитав, что могут доверить ему судьбу страны и свою жизнь. Но один прокурор полагает, что отпустить Бабанова под подписку о невыезде или же под домашний арест рискованно. И это при том, что по всем ранее расследуемым в его отношении делам, это более 15 материалов, Бабанов всегда являлся по первому требованию к следователю, а впоследствии доказал, что обвинения не имели под собой оснований и дела были закрыты за отсутствие вины. Мы предоставили конкретные факты, что наоборот он в интересах государства работал, что он работал над тем, чтобы увеличить долю Кыргызстана в компании Центара, требовал соблюдения экологического законодательства и много-много других требований было. Об этом у нас есть и документальные факты, обстоятельства подтверждают видеоматериалы и другие моменты, которые нами были суду предоставлены. Однако вот эти все обстоятельства судом не были исследованы. Отметим, что сегодняшнее заседание в Пешкекском городском суде прошло под председательством судей Есекеева с членами коллегии Чериковой и Сабитовой. Обжалование вопроса по мере пресечения в Верховном суде не предусмотрено. При этом юристы продолжат применять всевозможные законные способы, чтобы отстоять невиновность у Мурбека Бабанова. Невнятные обвинения и как следствие несправедливое решение. Многочисленные сторонники у Мурбека Бабанова возмущены тем, что суд второй инстанции оставил в силе решение первой. На протяжении всего судебного процесса у здания Бешкекского горсуда проходил митинг единомышленников и соратников экс-премьера. Под окнами зала суда активисты скандировали лозунги и выступали со словами поддержки в адрес политика. Несколько часов собравшиеся, не переставая, требовали судей провести открытый процесс. Учесть все доводы адвокатов и отпустить о Мурбека Бабанова из-под стражи. Все они рассчитывали на то, что правда наконец восторжествует. Еще до начала судебного заседания по изменению меры пресечения у Мурбеку Бабанова под окнами горсуда стали собираться сторонники экс-премьер-министра. Для того, чтобы поддержать политика, к зданию суда прибывали жители разных городов и регионов страны. Все они, многотысячные сторонники, уверены, у Мурбек Бабанов не виновен, а все обвинения против него надуманные. Никакие обвинения в его адрес это неправда, все абсурдно, все домыслы. У Мурбеку Бабанова всегда болел за народ, всегда болел за благополучие народа, поэтому я верю, что сегодня его отпустят. Вся деятельность Умурбеку Бабанова всегда направлена на открытость, на привлечение лучших кадров, поддержку народа всегда было. Столько компаний есть и даже работают, столько и налогов платится. Поэтому я думаю, что только за процветание народа, за благополучие людей всегда у Мурбеку Бабанова благоработал. Мы все собрались здесь для того, чтобы с надеждой, что итог будет положительным, мы верим в невиновность Бабанова и Мурбеку Афтогулоча и из-за этого мы все и собрались. Мы за справедливость и за честное решение, за справедливое. Все вот эти обвинения, они необоснованы, мы считаем, по крайней мере, я лично считаю. И по кумтору, если касательно, то опять же из всех средств массовой информации можно отметить, что Бабанов и Мурбеку Афтогулоча в первую очередь вернули 16 300 гектаров земельного участка, я думаю, этого достаточно для того, чтобы сегодня вопрос решился положительную сторону. Когда премьер-министр был, Мурбеку Афтогулоч, он, который до него был выдано 16 330 гектаров, он обратно вернул, вернул страну, народу. А то, что вот в тот раз был суд, что закрытый, депутатов не пустили. Вот говорят, сегодня такой будет. Ну, мы ждем с добрым, добрая весит, что мы сегодня с Мурбеку Афтогулочем вместе отсюда уйдем. Ну, у него никакой вины нету, не доказано, все домыслы. Мы пришли с надеждой, что его освободят, потому что мы считаем его невиновным. Это все несправедливо. Я надеюсь, что все решится справедливо, прозрачно будет. Я считаю, что он был самым успешным премьер-министром по сравнению с другими, потому что он что-то делал для страны. Поэтому я всегда поддерживала и поддерживаю Бабанова. И пока внутри шел процесс, на улице люди продолжали скандировать лозунги. Они требовали освободить у Мурбека Бабанова, вызывали судей к справедливости и честности. Народ ждал, что все доводы адвокатов будут учтены, что вторая инстанция не совершит тех же нарушений, что и первая, что этот процесс все-таки будет объективным. Спустя почти три часа ожидания и надежд стало известно. Фемидов вновь встал на сторону следствия. Незаконное решение Первомайского райсуда остается в силе. А это означает, что надежды единомышленников и соратников у Мурбека Бабанова на то, что уже сегодня им удастся с ним встретиться и лично выразить поддержку, не оправдались. Прямо из зала суда у Мурбека Бабанова увезли в камеру СИЗО ГКНБ, где согласно решению суда он пробудет до 31 июля. Ожидаемого торжества справедливости не состоялось. На лицах сторонников разочарование. Однако, несмотря на то, что решение уже вынесено, собравшиеся продолжали оставаться подобными суда, скандировать лозунги и уверенно заявлять о том, что не верят в виновность у Мурбека Бабанова. Судьи, не будьте врагами народа. Почему вы считаете, что сегодня мы так можем думать? Потому что своей некомпетентностью судьи показывают свое отношение к народу, если такого известного политика можно без всяких оснований, попирая любые законы, вот так удерживать, то что будет с любым рядовым народом, с каждым человеком? Это просто страшно подумать. Что может быть просто с рядовым человеком? Даже об этом никто не услышит. Его могут закрыть, очернить просто так, рядового человека. На первом месте должна быть законность, конституция. Мурбек Токтолу чисто, чистый, кардинальный, реформатор. Надежда на всех кыргызов – это Бабанов. Незаконно это мы считаем, они же не перечисляют же виновь у Мурбека Бабанова. Поэтому мы считаем, что это нереальное. Тут же, видите, несправедливость. У нас судья решение неправильно решает. Видите, у нас, не знаю, незаконность у нас основная. Я поддерживаю у Мурбека Бабанова. И считаю, что решение несправедливое. Я сама медик и лично знаю, что во время пандемии у Мурбек Бабанов очень много помогал. И насколько я знаю, это не единственный раз, когда он пришел на помощь народу. Он честный, и все, в чем его обвиняют, неправда. Сегодня мы стали свидетелем не суда, а большого судилища. Мурбек Тахтагу всегда говорил, что законность, проведенный суд – это основа государства. И я сейчас понимаю, как он был прав. Потому что не работает закон. Не работает закон, значит государство не будет развиваться. Дорогие друзья, мы будем отстаивать честное имя Мурбека Бабанова, моего супруга. В чем он виновен? В том, что он патриот. В том, что он всегда отстаивал интересы государства. Это был единственный пример, который честно, смело вышел, поставил вопросы кумтора и отстаивал интерес государства ради того, чтобы вопрос кумтора был очень справедлив. Насчет голосования, если говорить, республика голосовала вообще, как хотели. Например, я вообще не голосовал. Вот протоколы я посмотрел, а мне говорят, что я против голосования. Генжибек Бухоев не голосовал. И вот такие, и когда Давыдов Лысый, насчет воды, когда кодекс, закон вышел, вот изменения, тогда вообще мы против давали. А если Бабанов виноват был бы, мы тогда обязательно голосовалю броню. Вот это все, если посмотреть, надо дать Бабанову единственный премьер-министр, который вернул людям 20 миллионов долларов именно населению, которое в виде кредита вернул 20 миллионов долларов. И кроме этого он вернул 16 тысяч 300 гектаров земли. И он создавал правительственную комиссию. За это надо, оказывается, сажать надо, что ли, его. Умурбек Бабанов ни в чем не виноват. Он чистый, его репутация не запятнана. Суд вынес несправедливое решение. Он не должен находиться в СИЗО. Такие люди, как Умурбек Токтагулович, должны жить свободно и продолжать приносить пользу своей стране. Суд должен был нас всех услышать и прислушаться к народу. Они должны были вынести честное решение, что вины Умурбека Бабанова ни в чем нет. Мы против такого решения. Возмущенные несправедливостью сторонники Умурбека Бабанова направились к зданию правительства в надежде на то, что под окнами административного здания их мнение все-таки будет услышано, как и мнение 74 депутатов, которые накануне выступили поручителями бывшего коллеги Умурбека Бабанова. Бабану! 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 Однако митинг на Старой площади продлился недолго. Завершить акцию в защиту Бабанова его сторонники символично решили у здания Госкомитета нацбезопасности. Именно там, где все начиналось 31 мая. Стоя под окнами кабинетов следователей, которые тогда вменили незаконное обвинение Умурбеку Бабанову, митингующие призвали следствия опираться исключительно на букву закона. Здесь в ГКНБ задержали Бабанова. Сюда его вызывали на допрос как свидетеля. Из-за следователей ГКНБ мы дошли до того, что сейчас происходит с Умурбеком Бабановым. Я думаю, этот арест возмущает народ. Это несправедливое решение. Человек, который никуда бы не сбежал. Человек, который четыре раза был депутатом. Два раза вице-премьером. Был премьер-министром, реформатором. Такого человека не было необходимости задерживать. Поэтому сейчас мы, стоя возле ГКНБ, хотим донести свое мнение и хотим, чтобы нас услышали. Сейчас я хочу сказать, что мы все видели, что сегодня решение суда было несправедливым. Что Умурбек Бабанов ни в чем не виноват. Поэтому мы просим свободу Бабанову. Баштандук! 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 Кумтор Бойнича! По Кумтору я вам даже дату назову 20 июня 2012 года. Это первый день, когда рассматривали отчет депутатской комиссии. В тот день уже собирали подписи против Бабанова и уже тогда собирались отправить его в отставку. Как исходя из этого, он может влиять на голосование депутатов. Или просить кого-то из депутатов проголосовать против отчета. Во-вторых, депутаты от фракции республика голосовали так, как хотели. Среди них 9 не голосовали, 8 проголосовали против, 5 за. Каждый из них голосовал по своему желанию. Спросите у любого юриста, как при всем этом можно предъявлять обвинение, что Омирбек Бабанов якобы влиял на процесс голосования. Вы сами все видели. Мы все сегодня с самого утра простояли возле здания суда в надежде на справедливое решение. Но сегодня убедились в обратном. Суд в очередной раз вынес необъективное решение. Почему и районный, и городской суд проводили процесс в закрытом режиме? У всех это вызывает недоумение. Процесс должен проходить открыто. В нем должны участвовать родственники, журналисты. Народ должен знать всю правду. А сейчас все это вызывает больше вопросов. Но мы уверены, что мирным, законным путем мы догадываемся и правда восторжествует. Еще долго среди собравшихся продолжало сохраняться возмущение абсурдным решениям суда. Они не собирались расходиться несколько часов. Таково их желание быть услышанными и добиться справедливости. Законным путем, мирными акциями, красноречивыми надписями на транспарантах и выступлениями тысяч людей, которые не просят ничего другого, кроме как непредвзятости судей. Однако спустя несколько часов акции сторонники политика все же решили, что будь то у здания ГКНБ, будь то в любом другом месте или даже на страницах в социальных сетях, каждый из них продолжит высказывать свою принципиальную позицию и требовать, чтобы суд признал, что Омурбек Бабанов не виновен. Кыргызстану предрекают второй черный июль. Ученые смоделировали развитие событий, исходя из многих факторов вакцинации и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Один из наихудших прогнозов – от 256 до 512 смертей на 100 тысяч человек. Независимые эксперты рекомендуют принять срочные меры во избежание этого. Например, отменить массовые мероприятия. В Минздраве говорят, что локдаун вводить не собираются. Однако, говорят, стараются увеличивать койко-места в больницах и повышать уровень вакцинированного населения. Последние пока получается не совсем. Ну а если говорить о статистике заражения, то ситуация действительно очень опасная. Почти тысяча случаев заражения за минувшие сутки. Около полутора тысяч новых случаев коронавируса каждый день. Таков прогноз независимых экспертов для Кыргызстана к началу следующего месяца. По подсчетам ученых, в Кыргызстане может повториться черный июль. Все, как было в прошлом году. По данным ученых, Кыргызстан ожидает наихудший прогноз смертности в мире от 256 до 512 смертей на 100 тысяч человек населения. Авторы смоделировали развитие событий, учитывая уровень вакцинирования населения и доминирующие варианты коронавируса. Об этом говорится в исследовании журнала The Lancet. Чтобы противостоять инфекции, нужно соблюдать санитарные предписания и получить вакцину. Однако граждане пренебрегают этими рекомендациями, отмечают медики. Видимо, уже забыли, что происходило в июле прошлого года. Многие тогда не могли найти в аптеках необходимые медикаменты. У больниц наблюдались очереди, мест не было. Каждый день в Кыргызстане пациентов с коронавирусом все больше и больше. Впереди в статистике Бишкек, Чуйской области, город Ож. Сегодня цифры по столице перевалили за 400-435. Всего по республике почти тысяча. Показатели, как в июле прошлого года. Смертей за сегодня 8, 5 из которых в Бишкеке. В некоторых больницах уже не хватает мест. Заполнилась пациентами республиканская инфекционная больница. Также национальный хирургический центр, национальный центр в тезиатрии. Рост заболеваемости, кстати, за эти дни резко вырос среди медиков. За последние сутки вирусом заразили 42 медработника. Были ли они привиты вакциной? И если да, то почему они заразились, в Минздраве не комментируют. Также ведомства отдельно не публикуют статистику повторных случаев заражения. А таких, судя по сообщениям в соцсетях, очень много. Я три месяца тому назад заговорил, что третья волна будет в июне-юле. И вот третья волна началась. И в настоящее время по всему Кыргызстану идет рост. Запас свободных мест в настоящее время в городе Бишкек 300. И мы хотим его увеличить до 500, до 800. Чтобы не было никакой паники, как в прошлом году. И Министерство здравоохранения и социального развития работает над тем, чтобы обеспечить всех желающих вакциной. Кстати, пока Бишкекчан вакцинируют только российским спутникам. Правда, пока только тех, кто старше 60 лет, тех, кто имеет хронические заболевания, диабет, легочные, сердечно-сосудистые и так далее. Эту вакцину также могут получить медики, соцработники и те граждане, которым нужно срочно выехать за рубеж. Бегимжану Сенбековой 60 лет. Она сегодня пришла в третью поликлинику, чтобы привиться от коронавируса. Пришла вместе с мужем, у которого сахарный диабет. Врач посоветовал сделать прививку. Зимой мы переболели коронавирусом. Тяжело болезнь протекает у людей с хроническими заболеваниями. Поэтому и решили сделать вакцину. Пользуемся моментом, пока имеются в наличии препараты. Тем, кто не входит в группу граждан, которых прививают спутникам, придется немного подождать. В пятницу привезут китайский сенофарм. Кстати, по данным медиков, желающих провакцинироваться больше именно в группе старшего возраста. Молодежь в этом деле отличается пассивностью. Пожилых много. Пожилых много. Так как у нас по положению лица старше 60 лет, в основном у нас есть телефоны доверия, они звонят нам. И мы приглашаем в основном лиц старше 60 лет. Поэтому бабушек, дедушек очень много. В инфекционной больнице тем временем отмечают, что в последнее время идет рост госпитализации среди детей и молодежи. Причем в крайне тяжелом состоянии. Многие поздно обращаются за медицинской помощью. Связано это и с тем, что циркулируют разные штаммы коронавируса, более контагиозные. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболеваний и смертности. В Кыргызстане пока привиты против коронавируса 3,5% населения. Министерство здравоохранения пытается наверстать. Однако, как говорит глава ведомства Алымкадыр Бишин Алиев, на это нужны средства. А для их выделения нужно одобрение парламента. Недавно на вакцинацию правительство выделило 815 миллионов сомов. Ведем переговоры с Китайской Народной Республикой, чтобы купить Синофар. Деньги нам правительство и Диорг Комиссии нам выделили. И в настоящее время мы уже ищем, где можно купить. Переговоры ведется с Россией. Тоже они обещали. Тоже идет сейчас Россия. Рост завода, производство завода не успевает. Сколько вакцин закупят на 815 миллионов, зависит от стоимости препаратов. Спутник дешевле по 10 долларов. Синофарм стоит чуть больше – 16 долларов. Также на днях Минздрав ожидает из Китая 150 тысяч вакцин в качестве гум-помощи. Из Казахстана скоро должны привезти 50 тысяч доз. В рамках программы Ковакс препарат Астрозенека теперь должен поступить не из Индии, а из Швейцарии, добавил министр здравоохранения. Это еще 1 миллион 600 тысяч доз. К 7 июля в Кыргызстан должны привезти более 100 холодильников. Они необходимы, чтобы обеспечить все регионы вакциной. Для ее хранения нужен определенный температурный режим. Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев, НТС. Между тем в ЦИКе говорят, что если такая тенденция с ковидом в стране сохранится, то избирательная комиссия будет рекомендовать отсрочить перевыборы в Бишкеке, Аше и Токмаке хотя бы на месяц. Об этом сегодня сообщил член Центра избиркома Тинчтык Шейназаров. Сейчас, по его словам, органам местной власти лучше сосредоточиться на сохранении здоровья населения, чем заниматься организацией выборов и направлять на этот процесс все усилия. Напомним, перевыборы должны были пройти 11 июля, а пик заболеваемости третьей волны прогнозируется как раз на первую декаду июля. В Кимине произошло убийство 16-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. Как отмечается, накануне в милицию поступило сообщение об обнаружении на одной из лесопосадок трупа девушки с признаками насильственной смерти. Спустя время с заявлением о пропаже в милицию обратилась мать убитой. Она рассказала, что ее дочь утром пошла в школу для получения аттестата. И спустя два часа она позвонила маме и сообщила, что вернется домой после поливных работ на их участке. Но так и не вернулась. По подозрению в убийстве был задержан 42-летний, ранее неоднократно судимый местный житель. По версии следствия, подозреваемый попросил у девочки телефон для звонка. После начал домогаться. Школьница попыталась оказать сопротивление, и мужчина ее задушил. Подозреваемый взял машину у своего соседа, вывез тело убитой на лесопосадку и бросил. Бывший член Конституционной палаты Клара Сорункулова вызвана на допрос в МВД. Об этом она написала в соцсетях. Вызвали ее в качестве свидетеля, но по какому делу следственная служба хочет ее допросить, неизвестно. Как предполагает сама Сорункулова, допрос может быть связан с уголовным делом о беспорядках в октябре прошлого года. Сегодня, кстати, по этому делу в МВД был вызван на допрос депутат Раскельди Момбеков. Ранее напомним, по этому делу были задержаны Курсан Асанов и Джениш Молдакматов. Последний сейчас находится под стражей в СИЗО ГКНБ, а Курсан Асанов потом был отпущен под домашний арест. Неужели Кабмин не способен сам управлять госбюджетом и нанял для этого иностранную компанию? Минэкономфин прокомментировал сообщение об этом. В ведомстве подтвердили, что Кыргызстан действительно нанял французскую компанию Олимпика Сарл в целях укрепления планирования, координации, исполнения и прозрачности бюджета. Как отмечается, эта консалтинговая фирма поможет нашей стране обновить модель финансового программирования доходов и расходов и научит наших финансистов эффективнее управлять госдолгом. В соцсетях пользователи пишут, теперь осталось понять, зачем тогда нужен сам Минфин. В ведомстве уверяют, что услуги французской фирмы обойдутся стране бесплатно, поскольку она нанята в рамках многостороннего донорского трастового фонда за счет вкладов на грантовой основе от правительства Швейцарии и Европейской комиссии. А сам фонд администрируется Всемирным банком. Ну а пока Минфин учится на грантовые деньги, как сделать прозрачным доходы и расходы бюджета, МЧС также на грантовые намерен обновить свой парк спецтехники. Как сообщил сегодня глава ведомства Бобя Каджибеков, между Россией и Кыргызстаном было подписано соглашение на 20 миллионов долларов. На эти деньги будут закуплены более 100 единиц пожарных машин, пожарно-спасательной техники и два вертолета. В начале июля планируется тендер на приобретение 60 единиц пожарной техники. И в случае успешного его проведения огнеборцы получат ее в августе. Кроме того, по словам министра, до конца этого года ожидалась поставка из Китая шести мобильных госпиталей и около 100 единиц спецтехники. Однако процесс затянулся из-за пандемии. Поэтому планируется, что к концу следующего года техника поступит в республику. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»